МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго времени суток, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу сделать обзор на новинку фирмы Томия СУ-76М. В принципе, сама модель в продаже появилась недавно. И сейчас посмотрим, что содержится в данной коробочке. Коробка сделана очень красиво, глянцевая, хорошая картинка. На боковинках коробки изображена сушка в разных ракурсах. И также в данном наборе ещё присутствует экипаж из трёх самоходчиков. Посмотрим саму коробочку и сами летники. Что же в коробке? В коробке лежит вот такой вот вкладыш на японском и английском языках. Ну, скорее всего, тут характеристика по данной модели. Тактика, технические характеристики и описание. Вот такая вот инструкция. В принципе, как и всегда у Томии, но сделана в виде книжечки. Инструкция также на английском, японском языках. Русского языка, к сожалению, здесь нет. Инструкция хорошо читается. Всё очень подробно нарисовано. Исходя из инструкции, модель в сборке должна быть несложной. И, например, как начинающим моделистам, должна очень понравиться. В принципе, все, кто собирал когда-либо фирму Томия, знают, что у Томии качество сборки на очень высоком уровне. Даже на ранних наборах. Раньше я лично для себя называл Томию модель выходного дня. Потому что за выходные можно было реально собрать. Только срезай, зачищай, ставь детали на свои места, и они великолепно всегда становились. Чёрно-белая инструкция по покраске. В принципе, здесь надо смотреть по номерам красок и подбирать данные цвета. Потому что здесь мы сильно ничего не увидим. Ну, теперь посмотрим, что у нас на литниках. Каждый литник упакован отдельно в пакет. Ставлю коробочку в сторону. И будем смотреть. Набор самоходчиков. Хорошее литьё. Лица. В целом, сам экипаж выполнен очень хорошо. Как видите, кому нравится собирать модели с экипажами, не надо уже тратиться, искать, подбирать. Всё дано сразу в наборе. Я уже распаковал набор, детально изучил, посмотрел. Даже не обнаружил стыков пресс-форм на деталях. Настолько всё хорошо отлито и качественно. Ну, скажу одно. Мне не понравилось количество толкателей, питателей на модели. Очень много. Так как у нас рубка будет открытой, придётся их шпаклевать. Ну, в принципе, изучив более внимательную инструкцию саму модель, большинство толкателей будет закрыто всевозможными ящиками, снарядами. Но какое-то количество толкателей всё-таки останется на модели. И их, конечно же, необходимо, надо будет зашпаклевать. Ну, вот, в принципе, наверное, следы эти один из небольших минусов данного набора. Ну, опять же, ничего трудного устранения следов нету. Всегда можно заделать. Зато само литьё очень качественное, хорошо выполнено. Даже вот хочу показать вам ствол. Ствол дан одной деталью, без всяких половинок. И даже никакого нету шва на нём. Всё очень хорошо сделано. Деталей не сильно много, поэтому при желании набор соберётся очень быстро. Сам набор состоит с пяти литников. Вот, с двух одинаковых литников и с трёх, которые мы посмотрели ранее. В наборе полунаборные траки. Почему полунаборные? Потому что вот нижняя часть гусеницы дана одной деталью. Так же в наборе есть кондуктор для сборки верхней части гусеницы, сразу с имитацией провиса. Очень хорошо сделаны траки. Хорошо отлиты. Что порадовало, что на них, в принципе, незаметны следы от толкателей. Катки. В принципе, форма катков незамысловатая. Болты. Всё хорошо читается на литниках. Автоматы. ППШ, снаряды двух разновидностей. Скорее всего, бронебойный и подкалиберный. Ну и второй точно такой же литничок. Вот. На литниках написано «Томея 2016 год». И маленький литничок со стеклянными прозрачными деталями. Фары очень хорошо отлиты. Я его не распаковывал, чтобы не поцарапался. Но сейчас распакую, покажу и опять запакую. Сделаны очень хорошо фары. Такая имитация хорошая сделана. Также дана декалька. Декалька небольшая. Цифра 30. 27. 410. 144. А54. 2. В принципе, как видите, декаль маленькая, небольшая. Декалька. Также дана имитация троса ниткой, что, конечно же, сразу заменится. И резиновые вкладыши или втулочки. В целом, что хочу сказать про данный набор. Данным набором очень доволен. Качество, конечно, у Томии, как всегда, на высоте. Очень порадовало. При детальном изучении все очень понравилось. И если бы не следы от толкателей в рубке, я бы дал набору крепкую пятерку. Не знаю, конечно, как она по копейности, но сам набор мне очень сильно понравился. На этом буду заканчивать данный обзор. Спасибо за просмотр. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...